Приветствую вас, зрители и слушатели канала Наблюдатель Реальности. Сегодня я хочу поговорить на тему плазмоиды или кто заставляет играть Ванну Каренину. Ну, как вы все, наверное, знаете, многие исследователи нашей реальности писали и говорили о плазмоидах, в частности, вот Карлос Кастаньеда много об этом рассказывал, вот Тимоти Лери, небезызвестный пятибрат. Ну, поэтому, так как эта тема периодически всплывает, интересует и будоражит общество, и я в том числе решил немножко поговорить на эту тему. Плазмоиды или кто все-таки заставляет играть Ванну Каренину? Земная жизнь построена таким образом, чтобы выявлять в человеке не только хорошие стороны, но и плохие. А чтобы человек как-то проявлял свои отрицательные черты характера, необходимы ситуации, а иногда и просто провокации из тонкого мира. И вот такими существами, которые устраивают людям всякие провокации, толкают на необдуманные поступки, подстрекают к драке или другим отрицательным действиям, являются плазмоиды. Особые существа тонкого мира, принадлежащие к отрицательной системе разума. Их воздействия могут ощущать на себе тонкие натуры в различных ситуациях, при достаточно внимательном наблюдении за собой. То есть здесь нужно никогда не терять осознанности, ну во всяком случае хотя бы стараться быть осознанным. Так, например, когда человек стоит на балконе девятого этажа или у края дороги, то может почувствовать, как кто-то начинает как внутренний голос его искушать. Бросься вниз, попробуй пролететь или перебеги дорогу перед машиной, успеешь или не успеешь. Но это бывает только вот даже как намеком каким-то или мысль такая бывает мимоходом появляется, такая очень, как сказать, быстрая такая, неявная. Но так или иначе, каждый, наверное, сталкивался с этими мыслями. Человеку кажется, что подобные провокации, подобные мысли, искушающие выбором между жизнью и смертью, исходят от него самого. Но на самом же деле это воздействие оказывается внушением из тонкого мира. Но плазмоиды способны не только внушать какие-то мысли, но и непосредственно создавать аварийные ситуации, устраивать автомобильные катастрофы, внезапные обрушения зданий, создавать утечки газа и нефти, влекущие за собой взрывы или пожары, выводить из строя самолеты, сталкивать железнодорожные составы между собой и приводить гибели корабли в море. Иногда бывает, что в бескрайнем море сталкиваются два корабля, хотя, блин, очень много рядом места, блин, и просторы такие обширные, чтобы им пройти. Или корабль не может уйти от айсберга, одинокого причем. А иногда, как бы ради шалости, подталкивает человека под руку, когда он, например, несет к столу тарелку с горячим супом. И тот обязательно разливается, обжигая самого человека, а возможно и рядом сидящих. И начинается конфликт. И во всем этом не то, чтобы злой умысел, а точный расчет и согласованность действий прослеживаются. Одним словом, это чернорабочие отрицательные системы, вот эти самые плазмоиды. Цель которых – осуществлять тот неотвратимый рог, который предопределен человеку свыше по личной программе. И выявлять отрицательные черты характера в каждом индивиде. Так, например, если человек прольет неожиданно горячий суп на себя после того, как его специально подтолкнули из тонкого мира, он обязательно от неожиданности или выругается, если в нем есть отрицательные качества, или только ойкнет и смиренно обвинит себя в неловкости, если он высокого уровня положительный индивид. Так что подобные пустяки уже во многом позволяют судить о внутренней сути человека, о степени его порочности или, наоборот, о высокой сознательности и чистоте помыслов. Личность, которая достигла высокого уровня, всегда смиренно молчит по поводу неприятной неожиданности. А личность, находящаяся на низком уровне развития, исторгивает вместе с отрицательными эмоциями грубую черную энергию. Поэтому все, что происходит случайно и неожиданно, на самом деле специально запланировано и имеет какую-то определенную цель. Случайностей не бывает во всем строгий расчет и планомерность, определенная свыше и выполняемая плазмоидами чернорабочими космосами. Так что вот эти самые плазмоиды, они по большому счету помогают вершить, так сказать, кармические дела. Ну, более подробно вы можете об этом прочитать у авторов Сихлитовой Л.А. Стрельниковой Л.Л. «Душа и тайны ее строения» в главе 8 страницы 323. Книги ее выпущены издательством Амрита Русь. Вот эта книга, в частности, в 2017 году. Ну, а у меня на сегодня все. Если вам нравится мой канал, подписывайтесь. Чтобы получать уведомления о новых роликах, жмите колокольчик. Вот, если кто-то может помочь каналу, который не монетизирован и у которого нет спонсоров, вы можете найти реквизиты в комментарии и в описании к роликах. Ну, а у меня на сегодня все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.